Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Путин и Си считают возможным начать мирные переговоры по Украине к концу текущего года. Испанская газета El País опубликовала интервью с венгерским премьером Орбаном об итогах его поездок в Киев, Москву и Пекин с миротворческой миссией. Орбан сообщил испанским журналистам о том, что, по его мнению, которая основывается на результатах состоявшихся переговоров с Зеленским, Путин и Си, мирные переговоры по Украине с высокой степенью вероятности состоятся. По словам Орбана, Путин и Си считают возможным начать мирные переговоры ближе к концу текущего года. Ранее российский президент говорил о том, что позиция США по украинскому конфликту может измениться после президентских выборов в США, поскольку американских избирателей события, происходящие на Украине, не интересуют от слова совсем. А потому новая администрация, которая придет в Белый дом, возможно, изменит приоритеты и будет больше ориентироваться на внутреннюю, а не на внешнюю политику. Тем временем портал Bloomberg сообщил о том, что глава киевского режима опасается, что возможная победа Трампа на выборах в США приведет к дальнейшему сокращению военной поддержки Украины странами НАТО. С этой целью Зеленский хочет убедить Байдена поддержать проведение нового мирного саммита по Украине с участием России на территории Саудовской Аравии. За день до этого замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о том, что России в переговорах по обсуждению украинской формулы мира принимать участие не будет. Россия предложит украинской стороне свой проект мирного соглашения, основанный на предыдущих заявлениях российского президента. Ранее Зеленский называл новые условия Путина о мире ультиматумом и предложением к принятию капитуляции. По мнению Аль-Паис, в Белом доме считают, что Москва и Пекин могут перехватить мирную инициативу Уошентону по разрешению украинского конфликта. Это чревато появлением в будущем мирном соглашении пунктов, выгодных Кремлю.